Привет! Это Тюмень детский день. Мы вам покажем, чем в Тюмени можно заняться с детьми и каким этот город мы, родители, можем показать нашим детям. Вот две девочки, Агата, помаши рукой, огонь, и Злата. Смотрите, двухэтажный автобус. Каждое воскресенье проводятся экскурсии по нашему городу. И мы решили попробовать с детьми начать именно вот с этой экскурсии. Посмотрим, что же Злата запомнит. Агата высидит ли эти два часа? Нас предупреждали, что есть ограничения по возрасту. Ну, в общем, давайте начнем. Да, сейчас пойдем на второй этаж. Вот если скучно, на этот случай нам дали чем заняться. Взрослые тоже могут пораскрашаться. И взрослые могут пораскрашаться. Наша экскурсия называется «От острога до столицы». Рассчитана она на полтора-два часа. В ходе экскурсии у нас будут выходы. Выход на площади борцов революции. Выход возле Свято-Троицкого мужского монастыря с посещением. Там будет дано свободное время. И в конце будет небольшая пешеходная часть по исторической площади. Мы с вами проедемся по улицам нашего города. Узнаем его историю и посмотрим, какой он у нас красивый. 29 июля 1586 года на высоком мысу, образованном слиянием рек Туры и Тюменки, высадился отряд, состоящий из 300 казаков и двух московских воевод. Василия Сукина и Ивана Мяснова. Именно этот отряд и основал деревянный град Тюмень. Вот с этого погодного летнего денька и начинается история нашего города, которая длится уже 431 год. Сейчас мы с вами движемся по улице Ленина до революции. Эта улица называлась Спасская и была одной из главных улиц нашего города и в 19 веке и сейчас. Обратите внимание, пожалуйста, налево. Мы с вами проезжаем Круглую Баню. Это памятник эпохи конструктивизма. Единственный, можно сказать, памятник, выполненный в стиле конструктивизм. Ерб нашего города в сокращенной редакции. По Серебряной речке плывет золотой дощайник. По легенде, именно на таких судах-тощайниках к нам по рекам Урала переправились первые русские землепроходцы. И украшает первая большая башенная корона, которая символизирует то, что город является столицей субъекта Российской Федерации. Столицей Тюменской области. Вот именно гражданское строительство, оно приходится только на 19 век. До этого вся Тюмень была деревянным, за исключением, конечно же, религиозных сооружений, то есть наших тюменских церквей. И поэтому частным бедствием в Тюмени это, конечно же, были пожары. В годы Великой Отечественной войны специальным поездом номер один в 1941 году к нам сюда привезли тело Владимира Ильича Ленина. Расположили его в этом здании на втором этаже в 15-й аудитории. Вместе с ним приехал академик Сбарский, который заботился об его состоянии. И Ленин уехал у нас из Тюмени только в марте 1945 года. Всю войну он хранился здесь. И сейчас очень модно расшифровывать архивы. Вот у нас в городе есть известный краевед Петрушин. Он работал раньше в КГБ, ФСБ. И у него есть такая книжка очень интересная. И там он приводит воспоминания одного из партийных деятелей, которые знали о том, что здесь у нас Сибирский мавзолей открыт, как бы с этим соприкасались. И вот партийный деятель этот пишет, что Ленину было у нас настолько хорошо, что когда он уезжал из Тюмени, он даже поправился. Современные заречные микрорайоны полностью уже укомплектованы торгово-развлекательными центрами и активно идет строительство акватарка. В апреле 2018 года уже, говорят, его откроют. Аквапарк «Акварель» будет называться. Позиционируется как самый большой в России. 16 город будет, детские зоны. Но вот здесь вот плохо видно. А когда мы с вами сейчас к монастырю поедем, то уже будет хорошо видно. Справа можно будет посмотреть уже построенное здание. Это Голубятня. Здесь, конечно, детям поинтереснее. Субтитры подогнал «Симон»! Тюмень — это слово не русского происхождения, а слово тюркского происхождения. Есть несколько вариантов перевода. По одной из версий Тюмень переводится как «десять тысяч», «тьма» или «город с десятитысячным войском». По другой версии Тюмень переводится как «нижний» или «болотистый город». И последняя версия переводит Тюмень как «моё сокровище», «моё достояние», «принадлежащее мне». Поэтому наш с вами город — это действительно наше с вами достояние. Давайте его любить и беречь, улыбаться, и город будет улыбаться вместе с нами. Это мальчики. Они живут в нашем городе. И вот у одного из мальчиков в Великую Отечественную войну погиб дедушка, а его фамилия сейчас на этой стелле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Что понравилось больше всего? Мне понравилось наверху, мне понравилось разукрашивать. Разукрашивать и наверху, да? А ещё мне понравилось набережное. Мост влюблённых, потому что тут некоторым женятся. На мосту? Да. Какой вывод делаем? Одеваться надо теплее, раскраски для детей там есть, поэтому два часа все мы высидели, всё послушали. Ну, в общем, мы рекомендуем, да, дети? Да! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!